МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем, что в Казани водитель автобуса работал с поддельными правами. Ну вы как получили права? Сдавали экзамен или что? Нет. Сейчас деньги отдам и все там. И какой приговор вынесут мужчине, выкинувшей из окна пятилетнюю девочку? Прошу не простить. Я ее оберну. Это и не только. Прямо сейчас. На полном ходу протаранил три машины, не имея права садиться за руль. Крупная авария произошла на проспекте Победы. По предварительной версии ее спровоцировал водитель Фольксвагена Пола. Как оказалось, молодой человек сел за руль, будучи ранее лишенным водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. При этом стиль его езды очевидцы спокойным и адекватным назвать не могли. Айрат Назипов убедился, что не все поврежденные автомобили и имеет смысл восстанавливать. Сотрясение, скорее всего. Сотрясение, головой удар. Господи Серёбе не стали за его? Отказались. Основной удар пришелся на автомобиль Хёндай. Иномарка полностью лишилась задней части. Несмотря на серьезные столкновения, ее водитель отказался от госпитализации. Предполагаемого же виновника спасли подушки безопасности. О том, как произошло ДТП, водитель Фольксвагена объяснил коротко. Да, я не заметил. При проверке документов выяснилось, что ранее владельцы немецкой иномарки лишили права управлять автомобилем. За что решили? По рассказам участников аварии, водитель Фольксвагена Пола прямо на ходу протаранил Хёндай. Последний по инерции отбросил на Рено Сандеру и Ладу Гранта. Всего различные повреждения получили четыре машины. Автомобили в момент аварии только начинали притормаживать перед перекрестком. Уже был красный свет, все притормаживали. Он несется с большой коротко. Он уже с проспекта победу в шашки играл. Перестрялся на огромной скорости. Он сейчас даже не притормозил, да? Нет. Все и влетел. Ощущение было такое то, что он даже газ прибавил, даже на полном отходу. Сейчас участников происшествия ожидает разбор в автоинспекции, а затем, вероятно, и суд. Страховых выпад может и не хватить на восстановление всех поврежденных машин. Рядовое ДТП обернулось для водителя автобуса крупными неприятностями. На улице Горького общественный транспорт столкнулся с автомобилем «Шевроле». Участники аварии вызвали на место автоинспекторов. Оформляя дорожно-транспортное происшествие, сотрудники ГИБДД заподозрили неладное. При проверке документов выяснилось, что права у водителя автобуса имеют признаки подделки. Для выяснения всех обстоятельств у шофера изъяли водительское удостоверение и передали его на экспертизу. Если догадки инспекторов подтвердятся, то мужчине может грозить уголовная ответственность. Сам же водитель об этом ничего не знал и был уверен, что ездил с настоящими правами. Зато рассказал, как он их получал. Крупная авария произошла сегодня днем на улице Мусина. По предварительной версии, Мазда на высокой скорости протаранила «Шкоду» «Октавия». От удара японская иномарка перевернулась на бок. Пострадавшего водителя кроссовера срочно госпитализировали. Как заподозрили очевидцы, мужчина был сильно пьян. Детали происшествия у новицы Минязовой. Сразу после аварии на место прибежали многочисленные очевидцы. Люди, не дожидаясь спасателей, попытались вернуть автомобиль в горизонтальное положение. На тот момент они опасались за здоровье водителя. У него, получается, голову зажало, вот выглевшее стекло. Свидетель тут подбежал на рот. Мы отжимали машину от земли, чтобы ему как раз эти стекла висок давили. И этот отжимали, а потом машина, свидетель там тоже ДТП был, он дернул машину, чтобы машину поднять. По рассказам очевидцев, у водителя была серьезная травма головы и кровоподтеки. После того, как его достали из машины, он периодически терял сознание. Мужчину госпитализировало прибывшие на место бригады медиков. Выяснились и другие подробности его состояния. Он пьяный был сильно. Я? Да, прямо неадекватно, не стоя на ногах. По предварительной версии, автомобиль Мазда на высокой скорости протаранил автомобиль Шкода Октавия, после чего перевернулся на бок. Водитель чешской иномарки только-только выехал с парковки и встал на светофоре. В последнем метре, наверное, в зеркало заднего вида увидел, да, уже никуда не мог идти. В момент аварии в салоне чешской иномарки находился ребенок, однако, по словам водителя, обошлось без травм. Нафиса Минязова, Ират Назипов, Адель Малахметов, Вызов 112. Начал маневр, но закончить его не смог. Сегодня утром на пересечении улиц Тышаяк и Саид Галеева столкнулись с Лада Приора и Рено Калиоз. Предполагаемый виновник аварии, желая повернуть налево, выехал на встречную полосу и тут же остановился, перегородив дорогу едущим по ней автомобилем. Этого хватило, чтобы спровоцировать серьезное ДТП. Алена Бережная с подробностями. Ну, сами нет, слава богу, целой. Машины только вам. Участники аварии отделались только сильным испугом и не стали вызывать медиков. Вместо них пришлось вызывать эвакуаторы. В результате аварии обе машины оказались и на ходу. Столкновение было такой силы, что отечественный автомобиль разбил себе всю переднюю часть. И на маркерже пришелся удар в правый задний бок. Я направлялся по улице Саид-Галеева в сторону Кремлевской набережной. Он выехал на Лево, остановился. А так в последний момент, получается, выехал? Да, он стоял, встал и резко выехал и остановился. Для водителя «Ладо» такой маневр встречного «Рено» стал полной неожиданностью. К тому же иномарка остановилась на встречной полосе, где как раз и ехал «Ладо». Молодой человек, водитель «Рено» рассказал, почему не завершил уже начатый маневр. Там отсюда поворачивали машины, а оттуда они прямо едут. Ну, хотел проехать. Не было на перекрестке машины, а потом он ехал на зеленый, и я остановился, и он у меня врезался в правый бок. Водитель «Рено» свою вину полностью признал. Теперь ему предстоит оплачивать ремонт собственного автомобиля из своего кармана. Алина Бережная, Ратназипов, Адель Мулахметов. Вызов 112. Артские автоинспекторы помогли автоледи, попавшей в беду. На 68-м километре автодороги Казань-Малмыш сотрудники госавтоинспекции заметили на обочине автомобиль ВАЗ-2114 с открытой дверцей багажника. Позже выяснилось, что хозяйка автомобиля повредила переднюю шину, и во время движения ее машину начала уводить в сторону. Девушка призналась полицейским, что самостоятельно установить запасное колесо она не смогла, а проезжающие мимо автомобилисты не реагировали на просьбы о помощи. Сотрудники ГИБДД заменили колесо и сопроводили автоледи до ближайшего автосервиса. Просил понять, простить и справедливости. Сегодня огласили приговор 34-летнему Ивану Никитину, который обвинялся в покушении на убийство малолетнего ребенка. Как установили следователи, он в ночь с 6 на 7 февраля, будучи нетрезвым, выкинул из окна третьего этажа пятилетнюю внучку своей сожительницы. Бабушка и прабабушка девочки также были дома, вместе распивали спиртное. Девочка чудом осталась жива. Момент падения видел сосед, случайно вышедший на балкон. Он и оказал помощь ребенку. Алина Мусина знает, какой вердикт огласил суд. Прошу не просить, что я не могу, я не хочу, я не могу, 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 я не могу. Это единственные слова, которые произнес 34-летний Иван Никитин на заседании. Он хранил молчание до конца слушания, однако, по версии следствия, вне зала суда выдержка нередко изменяла мужчине. Говорят, в состоянии алкогольного опьянения мужчина становился агрессивным. Его сожительницу и ее мать часто виделись с тениками. Но родные пострадавшие девочки и знакомые обвиняемого отрицают это. В результате падения с третьего этажа пятилетняя девочка сломала руку, получила многочисленные ушибы. От более тяжелых последствий спас снег, ребенок упал в сугроб. Суд признал Ивана Никитина виновным в покушении на убийство малолетнего. Назначить его наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в распроительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Установить ему ограничение, не изменять место жительства и уходить из места постоянного проживания ночное время суток до 23 часов вечера до 6 часов утра. Родственники девочки не согласны с таким решением. Они намерены обжаловать приговор, считая его слишком суровым. По их словам, подсудимый играл с малышкой. Они взрывали на балконе хлопушки. Девочка случайно упала. Мужчина пытался спасти ее, ухватив за шею. Отсюда и синяки. Приговор мы выслушали. С приговором мы не согласны, потому что считаем, что те доводы, которые указаны там, они несостоятельны. Поэтому в ближайшее время нами будет написана апелляционная жалоба и подана в Верховный суд на пересмотр приговора. На этой у страны защиты есть 10 дней. Не исключено, что адвокат понадобится не только Ивану Никитину, но и прабабушке девочки. По данным обвинения, она дала ложные показания в защиту подсудимого. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.